Протест под тучами Протест под тучами Протест под тучи Протест под тучами Протест, по сути, как отражение Реакции людей на его дела А не пользоваться при этом Какими-то административными ресурсами Напомним, на прошлой неделе Мэр Андрей Кислицын подготовил поправки в устав заречного По которым право избирать главу городского округа Будет передан депутатам городской думы По мнению Андрея Николаевича Сейчас власть в городе напоминает Змея Горыныча с тремя главами Дума, глава администрации и глава городского округа В то время как в уставе города закреплена система из двух ветвей, исполнительной и представительной. Чтобы поправку внести в устав, необходимо согласие депутатов и публичные слушания с горожанами. Кто за то, чтобы назначить публичные слушания по 60-му этому проекту? Назначить дату и время публичных слушаний было предложено депутатам во время очередного заседания Думы. Из 15 проголосовавших 7 выступили против и 8 за. Я проголосовала в поддержку этого решения, так как считаю, что сегодняшняя система выборов главы города и председателя Думы немножко вводит людей в смущение. Когда мы напрямую голосуем за главу города, мы думаем, что мы, и население все думает, что мы возлагаем на него полную ответственность за город. Но происходит не так. Появляется еще второй ответственный за город, который называется сити-менеджер. И людям становится непонятно, кто же все-таки у нас чем занимается. Я считаю, что систему эту надо поменять. И это принесет более ответственный подход и избирателей, и самих депутатов к выбору председателя Думы-главы городского округа. Механизм, который я предложил, он более понятен, он более прост. И если возникает какое-то возмущение в городе и движется власть куда-то не туда, то здесь уже мандатом всенародной выборности не прикроется высшее должностное лицо муниципального образования. По решению депутатов рабочее заседание состоится 16 июня в 16 часов. Оно пройдет в закрытом режиме, однако по закону это не препятствует депутатам высказывать свою позицию в средствах массовой информации в дальнейшем. Мы будем следить за развитием событий. Данил Кальдушевский, Антон Коряков, Сергей Жильцов. Детали дня. Два ВАЗа не смогли разъехаться на одной дороге. Серьезная авария произошла на третьем километре автодороги Мизенская-Заречная, сообщили нам в Белаярском ГИБДД. Есть погибшие. Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в 4 часа вечера вблизи сельхозхимии. Водитель шестерки, 22-летний житель поселка Баженово, на высокой скорости двигался со стороны Заречного и врезался в ВАЗ-15 модели, ехавший прямо перед ним. Молодой виновник аварии от полученных травм скончался на месте происшествия. В салоне его автомобиля находились две пассажирки. Женщины получили переломы рук и ног и госпитализированы в районную больницу, сообщили нам в Белаярском ГИБДД. Пострадавшим оказался водитель Екатеринбургского такси. 49-летний мужчина отделался сломанным носом. Зареченская пенсионерка Римма Смирнова потеряла кошелек и ключи от дома. Уже неделю женщина живет в саду. Это произошло 25 мая возле связи. По рассеянности женщина оставила ключи и кошелек у окна. Теперь пенсионерка не может попасть домой и живет в саду. Нашедших ключи просьба связаться с ее дочерью по телефону, написанному на экране. В Заречном с понедельника начнут работать летние оздоровительные лагеря. Накануне экспертная комиссия прошла с позданием школ и проверила, как летние площадки готовы принять детей. В этом году постановлением администрации на территории Заречного будут работать 8 лагерей. На проведение летней оздоровительной кампании в 2011 году из бюджета выделено почти 5,5 миллионов рублей. Летние площадки будут работать в две смены – 6 по 30 июня и с 4 по 27 июля. За организацию отдыха и оздоровления детей взялись 6 школ города, Центр детского творчества и ДЮС США. По подсчетам администрации, этим летом в городских лагерях отдохнут 1437 детей в возрасте от 7 до 17 лет. На сегодняшний день 160 человек устроены в трудовые отряды. Этим ребятам еще и удастся подзаработать. Организация занятости детей в летнее время позволит родителям спокойно работать, считают руководители площадок. Реванш. Зареченской православной школе все же удалось получить аккредитацию. Напомним, в середине апреля решением экспертной комиссии образовательная деятельность школы была запрещена. Отрицательное решение аккредитационная комиссия обосновала тем, что в школе, по их мнению, не выполняется государственный стандарт обучения по некоторым предметам. К тому же учащихся всего 20 человек, а для них необходимо создать условия. Сейчас ребята занимают две небольшие комнатки в здании бывшего детского сада. Директор православной школы Тамара Тихонова считает, что у экспертов просто не сложилось полного впечатления о Зареченской школе. Истинную картину позже обрисовал архиепископ Викентий. Он и сыграл главную роль в получении аккредитации. Его письма изменили отношение к труду учителей этой школы. А все документы я подвезла, просто которых здесь не доставала. И поэтому, yes, мы выиграли. Вот Вовка-сосед сделал своей Татьяне подарок. Огромный плазменный телевизор LG всего за 16 900 рублей купил. Да ну! Почетный гражданин Заречного с почетной датой. 90 лет исполнилось накануне Ивану Алексеевичу Сединкину. Этот день для общественного деятеля ознаменовался новой наградой на груди от Екатеринбургской епархии. Что говорят о юбиляре и его коллеге, и какой подарок приготовили дети православной школы, смотрите в нашем сюжете. Медалью святого праведного Семена Верхотурского третьей степени. Медаль третьей степени присвоила Ивану Алексеевичу Екатеринбургской епархии. Вручается она только особым людям, уверяют служители. Юбиляр – первый житель Заречного, удостоившийся этой награды. Несмотря на возраст, Ивана Сединкина по-прежнему считают завидным кавалером. Вы у нас самый дорогой, самый любимый мужчина всего города. Для города Иван Алексеевич сделал немало. Его общественная деятельность началась почти четверть века назад. Главная заслуга в том, что юбиляру удалось объединить ветеранов Заречного. А сегодня это более 6 тысяч человек. Бывший офицер, майор в отставке и по сей день на боевом посту. Очень такой умный человек, очень может сказать каждому человеку, кто не пришел, не уходит отсюда без его согласия, что ли, или без его напутствия. Он скажет все. Или, значит, поругает кого-то, или подскажет, как быть, или звонит куда-то. Он обязательно у нас решает все вопросы. Решает вопросы председатель Совета ветеранов каждый день. Даже в свой 90-й день рождения он на рабочем месте. Здесь же получает поздравления и подарки. Вот такой настенный фотоальбом подарили юбиляру дети православной школы. Все моменты жизни, запечатленные на этих фото, работа. Свои 90-е Иван Алексеевич встречает с новыми задачами. В планах зареченского деятеля возродить пионерское движение. Как бы они ни назывались, они будут объединены. У них будет своя выработанная клятва, вот обещание торжественное. Это на будущее. Вот мы ее сейчас пробиваем во все, значит, эти органы. За свои труды председателя Совета ветеранов Ивана Алексеевича Сединкина решено наградить знаком отличия третьей степени за заслуги перед Свердловской областью. Указ о присвоении награды подписал губернатор региона Александр Мишарин 6 мая. Среди многочисленных наград Героя Отечества и общественного деятеля появится новая заслуженная медаль. Екатерина Танких, Данил Кельдюшевский, Антон Коряков, Сергей Жильцов. Детали дня. В день защиты детей в Дю Саша прошел шахматный турнир. Возраст участников от 8 до 18 лет. Организаторами стали детская и юношеская спортивная школа и один из торговых комплексов Заречного. Это уже второй турнир по шахматам за переходящий кубок торгового комплекса. В интеллектуальном состязании приняли участие спортсмены из Екатеринбурга, Байкалова и даже Казахстана. Участников разделили на две возрастные категории. Младшая 8-12 лет и старшая 12-18. По итогам соревнований кубок получил экс-чемпион города по шахматам среди учащихся Алексей Кривошейн. Второе место получила чемпионка Заречного ученица 7-й школы Вероника Ефремова. На третьем месте оказался Артур Пермяков. Охота на кадры. Этот день защиты детей несколько школьников Заречного встретили с фоторужиями в руках. Два часа они бегали по городу в поисках свежих идей для конкурса фотографии. О маленьких людях, маленьких камерах и большом потенциале следующий сюжет. Малый зал Дворца культуры. Шесть команд получают последние напутствие перед стартом. Идея конкурса принадлежит Яне Скоробогатовой. В начале мая она уже проводила аналогичный конкурс для взрослых. В этот раз фотокамеры в руках детей. Детки у нас талантливые, да, поют, танцуют, рисуют. Вот хочется теперь посмотреть, как они к фотографии. Потому что детская фотография у нас, ну, в принципе, не развита в Заречном. Я думаю, что отсюда оно возьмет свое начало. Самое главное раскрыть тему. Если кадр нам очень понравится, пусть он даже там немножко засвечен, мы, конечно же, отдадим победу детям. На детском фотокроссе сложилась беспрецедентная ситуация. Победители были известны уже в самом начале. Именно такое громкое название выбрали для своей команды Таня и Лиза. Чтобы оправдать этот пафос, необходимо раскрыть темы. Их сегодня две. Цвет нашего города и полный отрыв. Мы хотим найти аллею. Ну, вон там, вот, около памятника. Мы бы без фото, без кино, мы пропали бы все. Да, у меня внучка маленькая, но она не может быть без фото. Девочки с фотокамерами заручаются симпатии людей на улицах города и поддержкой родных. Привет, мам. Я на фотокроссе. В телефонной трубке голос из другого города. Танина мама – профессиональный фотограф, победитель первого фотокросса «Заречного» для взрослых в номинации «Отражение». Все ставки девочек на номинацию «Полный отрыв». За необычными идеями они направляются на стадион. Металлический забор не должен стать преградой на пути безудержного полета фантазии. Тему «Полный отрыв» девочки понимают буквально. Пытаются оторваться от земли, когда понимают, что это невозможно, переключаются на птиц. Мне правда кажется, что мы победим с нашими фотографиями, потому что они получились очень хорошими и качественными. Победители проиграли. Хорошими и качественными жюри признала работы других участников фотокросса – Ангелина Бочкарева и Полины Безматерных. Работы победителей и всех участников конкурса можно увидеть на третьем этаже Дома торговли. Даниил Кельдушевский, Антон Коряков, Сергей Жильцов. Детали дня. Накануне вечером открылся третий международный фестиваль любительских театров с названием «И смех, и слезы, и любовь». В Заречный приехали коллективы из Екатеринбурга, Кирова и других городов России и Латвии. Среди участников есть и наш любительский театр «Лицей». Зареченцы покажут спектакль «Белые ночи, красные дни» по мотивам рассказов Бунина. Всего в фестивале заявлено 9 коллективов, 4 из которых уже продемонстрировали свои театральные способности московскому жюри. Оставшиеся 5 спектаклей пройдут в эти выходные. Такие маленькие, хорошенькие, прям детские. Цены в Эльдорадо. Очень вместительная стиральная машина «Беко» всего за 7900 рублей. Это все детали на сегодня. Сообщайте новости по телефону 7 11 72, адрес сайта zartv.ru. За самые интересные сообщения мы дарим подарки. Все лето каждый четверг лучшие выпуски новостей в программе «Детали года». Приятных вам выходных. До встречи.